Решено поддержать. Представители фракции «Единой России» в Законодательном собрании на встрече с губернатором Сергеем Морозовым высказались за проект областного бюджета на следующий год. Главный финансовый документ составлен на основании наказов избирателей. Накануне федеральные коллеги ульянских единороссов поддержали в первом чтении бюджет страны в Государственной Думе. Доходы предполагаются в размере свыше 64 миллионов рублей. Расходы – 71 миллиард рублей. Доходная часть выше на 6% от изначального плана. И это несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса. У нас опасений никаких нет по доходной части. С 2021 года что-то будет выполнено именно в том объеме, в котором она на сегодняшний день спланирована. И эта доходная часть нам позволяет покрыть все расходы по здравоохранению, по образованию, соответственно, и зарплаты бюджетникам, и пособиям и так далее. То есть, всю расходную часть, которую мы на сегодняшний день пока видим в свернутом цепи. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. На данное направление приходится больше 60% всех расходов. Однако, как отметил Сергей Морозов, сохраняется баланс между соцсферой и развитием региона. Мы вместе с населением и с правительством идем по четкой, так сказать, на хороших, правильных рельсах. И стараемся все это в максимальном числе. Почти 9 миллиардов рублей направляются на развитие транспорта. Беспрецедентно большое количество средств на агропромышленный комплекс. Чуть менее 5 миллиардов. Свыше 2 миллиардов планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство. Но здравоохранение остается в основном приоритете. На медицину направляется 12 миллиардов рублей. Такие деньги прежде никогда не закладывались на отрасль. Борьба с коронавирусом за здоровье земляков находится на первом месте. Этот вызов требует не только, так сказать, взвешенного решения по отношению к здравоохранению, но и требует глубокого анализа и взвешенного подхода. Я обращаю ваше внимание, что бюджет составлен в условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития. А это позволяет нам повысить просто в разы точность бюджетного планирования. Во время первого чтения утверждаются основные направления бюджета. Более подробная картина составляется ко второму чтению. Его предлагается провести уже в ноябре. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Олправда ТВ.